и снова здравствуйте уважаемые дамы и господа мы продолжаем наш тренинг по мануальной терапии как я говорил да ему предшествует массаж специальный мануальный который уже с растяжкой с декомпрессией для чего чтобы подготовить человека к этим манипуляциям потому что иногда я видел много мастеров которым приходят люди они там с ними работают по пять минут но там толпа стоит и да и он как каждому раз раз щелкнул отправил щелкнул положил там нажал отправил на холодную так называется да и многие потом жалуются что он там не прощупал не посмотрел невнимательность какая-то да и в общем навредил человеку бывает такое но сразу не хочу испугать навредить человеку это надо еще постараться гораздо проще причинить пользу принести пользу до чтобы человек ушел довольный и как бы и от вас с хорошими отзывами потому что есть такая наука глобальная остеопатия она включает себе многие приемы как всегда американцы все запринтовали под себя собрались и все миры кучи всяких приемов и разделили так на факультеты так скажем да кинезиология они своими способами работают мануальная терапия это отдельный способ когда быстро пользу причиняется за один сеанс там может там два три четыре сеанса там крайне сакральная терапия сама остеопатия как таковая на остеопатия отличается от монотерапии то что они практически не добиваются от этого щелчка хруста данные действуют другими методами мягкими так скажем да и очень долгими то есть они вытягивают за череп там за пятку за что-то там за руку там за пальчик вот так вот минут сорок пять сидят себя натянут вроде бы ничего не происходит да и с другой стороны организм самонастраивается ему неудобно в этом положении начинают как-то там подстраивать свои внутренние эти натягивающие жгутики да и как-то сам настраивается есть немножко как бы такой спор что лучше остеопатия остеопата говорит что мануальная терапия это жестко и вредно либо мануальная терапия которые говорят что остеопатия это все фигня потому что непонятно что происходит а произошло ли на самом деле излечение не произошло стали панки на место или не встали непонятно при мануальной терапии мы все щупаем руками метод пальпаторный в принципе не обязательно даже нам иметь мрт или рентген чтобы понять ну так скажем толстый человек конечно не прощупывать у худого все легко можно пощупать основа это остистые отростки сзади то есть это опять же многие сказать позвонок не позвоночник это это отростки от него позвоночник гораздо глубже что-то добраться это сантиметров 5 а то и 7 бывает у человека до толстый слой мясо жира там и так далее и многие говорят вот у меня там доктор нащупал грыжу нифига подобного такого нельзя сделать это чушь не засветно потому что да ничем не проникнешь таким инструментом не пальцем символе туда не проникнешь да или некоторые говорят мне доктор исправил грыжу кому-то там ходил какому-то массажисту да это справил тоже исправить невозможно в том понимании каком мы понимаем что-то грыжа показано красненьким потом посмотрите да это межпозвоночный диск тело позвонков и такие бочонки до между ними диск вот если он выпятился выпячивание это и грыжа дословно спереди на русский да грыжа может надавить на нервный корешок вот не жесткие здесь показаны соответственно тогда будет человеку проблему но такое случается крайне редко я вам скажу многие там думаешь что я там что-то поднял на даче какой-то груз да и спина стрельнула вылезла грыжа нет это маловероятно чаще всего это замок мышц мышцы блокируют все вокруг то есть что-то там где-то нажалось до что-то там расчелкнула хрустнула но прежде все виноваты окружающие мышцы вокруг каждого тела позвонка сегмента позвоночника да вот сегмент это два тела позвонка между ним диск вот тут идут вот зеленки показаны маленькие мышцы такие вокруг да вот скорее всего это они спазмировались да они все сжали организм думает подсознатель подсознание думаю что он создал мышечный корсет чтобы там не навредилась на дай бог да на самом деле она такси спрессовываешь пережимать как раз эти нервные колешки а потом получается воспаление соседние сегменты начинают сжиматься да потом наружную мышцы начинают сжиматься то что-то любого уже называется да на пояснице часто бывает иногда видно прям что мышцы надуты вот но это немножко забегаю вперед да поэтому но говорю к тому что массаж необходим то есть необходимо прогревание человека растягивание этих суставов до мышц здесь здесь в шее это например да чтобы потом произвести манипуляцию и как ваша техника безопасности да если вы делаете человек который зажат вот так вот да то мы практически он будет ломать и с другой стороны если ну главное тоже громко сказано не ломать просто вы через сопротивление действовать сюда у нас вот есть такой значок квадратно да вот изображен и нянь тебя с драконом борются это символ борьбы против болезни то есть мы должны с пациентом нашим объединиться хотя бы вдвоем против той проблемы которую он там в тебе носит да это кстати не всегда бывает бывает наоборот пациент за болезнь но против врача типа что ты мне там делаешь я тебя не понимаю да ну как бы надо прийти значит пришел да а по сути он холит и лелеет свою болезнь и с ней неплохо она будет хорошо он даже от этого выгоды получает но кто-то его погладит кто-то там что-то купит какие-то там дотации может государства там да за инвалидность получает на какие-то денежки да вот поэтому не всегда бывает что пациент ну как бы объединяется с врачом против болезни то есть нам надо достигнуть достигнуть такой ситуации чтобы мы не боролись с пациентом да а мы с ним были за одном поэтому он должен расслаблен быть и доверчивы к вам к вам она должна подняться лояльность до того как вы начнете процедуру бывают проводить проводить да поэтому нельзя на улице подойти к человеку и давай овощи плечи кривые давайте вот так через вот так делаю да еще не хотела в этом аптеке они уже покупал себе нет обезболивание мать там я такая думала про себя еще же не умею хотел сказать сходите вот здесь недалеко ну иногда может быть может и клиент словись до мази не всегда помогают моно терапия убирает функциональные блоки то есть что-то не поворачивается не доворачивается до или там от рука до сюда поднимается выше не поднимается значит тут блок в этом суставе до или шею не поворачивается до конца допустим одну сторону процентов на углы радус примерно 40 даже на 80 поворачивается а вот сторону поворачивается на 60 процентов вот соответственно не доворачивать функциональный блок там стоит да вот эти вопросы как раз решаем но на улице нельзя так подойти я сколько раз видел что там идет девушка молодая у него пятка под ворачивается лишь коленку так в сторону болтается при ходьбе да это моя мама идет она вот этого не замечает и захочется сказать ну как уходится внутри детям там подправлю до сразу как бы возникла торжение на улице подходи да но когда он приезжает список как специалисту то совершенно другая ситуация люди плюхаются на стол давай делай ты мастер ты знаешь что делать люди доверяют щелками и так далее но пока мы например стягиваем мышцы до марсеть разминаем мышцы мы с человеком разговариваем в этот момент мы понимаем проблему глубже а здесь вот так а если все вот то то мы будем еще проводить тесты до нашей вам покажу во время этих тестов уже возникает доверие к мастер и после этого человека доверяет вам сделать прием и прием делать легко на самом деле так такое ты спрашивал можно ли человеку голову дали шею как в этих вы веках показывать всякие там до самураи это совсем по-другому делается это берется крепко закрепляется грудная клетка за череп делается вот такой вот рук на отрыв понимаете это вообще не важно какую струну это на разы так не получится позвонки толстый достаточно у тебя не хвать строительство вы совершили они достаточно плотно тем более если человек спазм это вообще не получится если мышцы зажатой вообще не получится наше движение вот такое вот мы взяли все все тут ничего нельзя вывихнуть это вот просто даже легкая тем более только тогда когда человек позволит когда вы уже понимаете что у него вот он уже расслаблен такой положено состоянии только осталось и все ну просто как раз и встали на место да нет с импульсом нужно почувствовать руках определенный импульс которым ты действует какой-то так уж мобильность я в любом случае дальше не длину куда надо а вот она сидит я могу дай сильнее слушать ты похож на девушку меня там доставала в этом вконтакте как свернуть шею человеку спрашивал спрашивал целый месяц я и говорю что свернуть нельзя потому-то потому-то это вот фильм уже там показывают фильм это свое вранье там пишут что угодно в интернете там тысячу забудь и тысячи против никому верить там не понятно ничего не случится поверь моему опыту я уже 15 опыт там несколько тысяч человек прошло через мои руки и ну максимум может быть не вывих если вы их есть то он пытается назад так еще раз смотрите для человека чтобы вы не пугались и также пациенту тоже объясняете если что-то пошло не так не надо пугаться не надо убегать а то некоторые знаете если с ним не разговаривать человек замкнется уйдет домой а там дома что-то у него заболеть да не 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 известно чего может быть вы что-то ему сделали драма вышел споткнулся на ступеньке там или на льду да и там дернулся как-то неизвестно вообще чего произошла ну да мало ли что он со стулька сверху упала вот но вы ему должны специалист объяснить если там развернулся позвонок вот сюда в эту сторону да тут ты не волнуйся приди там все еще раз или в этот же раз просто обратил внимание мы тебе поставим обратно в обратную сторону то есть скелет у нас как конструктор да с одну в одну сторону вывеснулась повернули в другую сторону вправили этот массаж проходить чтобы не было нечаянного ничего не будет если случилось можно повернуть и поправить другую сторону если вопрос не разговариваете с человеком уйдет он ничего не скажет упадет другому мастеру у него поставят на место да а про вас будут потом говорить что это вы ему там что-то навредили общаетесь общаетесь с человеком всегда можно повернуть в обратную сторону просто понимаете пошло даже за один сеанс пошло что-то не туда всегда можно вернуть понимаете если человек вам доверяет если вы настолько его настроили что он не доверяет то как раз в этих случаях и можно навредить у нас есть техника безопасности никогда не делать на сто процентов вот за один сеанс там пришел человек жалуется на что-то на шейный переход нельзя за один сеанс вам прям поставить этот позвонок на место лучше не доделается сделать процентов на 70 лучше перенесись на следующий день на второй на третий сеанс и не потому что вы собираетесь больше денег за сеансы потому что организм на данный момент не готов настолько расслабиться чтобы у нас только повернулся эта косточка это в смысле сегодня позвонок или на 70 процентов это касается другого вопроса дело в том что многие обращаются опять забегаем вперед немножко с какой-то ну например здесь да и бывает достаточно нажал хруст там одна секунда там 5 секунд и все нормально человека да но есть пациенткам ходят регулярно с какой-то вообще справку все позвоночника да то тогда мы начинаем смотреть если повернут второй позвонок шейный маркируются все позвонки сверху вниз да вот второй влево то обязательно шестой шейный будут повернут вправо и обязательно это называется компенсация да то есть они компенсируют себя чтобы человек все-таки стоял ровно как-то да вот по оси вертикально глаза были горизонтально да и как правило со второй повернут влево опять же да то будет поясничек 5 позвонков до 5 и над ним один сверху и 4 будто он с противоположенством вправо это опять закон консенсации так что за один сеанс по идее бы нам для таких людей надо править все от шеи до поясницы до крестца даже а если человека повернут таз например от на выше другой ниже да соответственно ноги тоже разной длины арастас повернутого по-разному так наклоняем да вот и пошел сколиоз искривление вас в этой плоскости плоскость называется фронтального фронтальной плоскости у нас вот такой позвоночник с-образный идет то есть опять же нам в этом случае придется от пятки большого пальца править все до атланта и вплоть до может быть кости черепа даже кости черепа так съезжает у человека и за сколиозом не поверите что глаза становится один выше другой ниже и человек только ходит он смотрит зеркало видишь что он ровный на сантиметр бывает слегка бывает правит правит дарить или нет сама себе не сможешь вот и похоже на девушку сказание она как бы все добивался на как же все таки свернуться гульнув тяжело свернуть а если девушка худая будет и можно свернуть я говорю тяжело в итоге через месяц общения нам не даже по два месяца общались она присылает фотографии фотографии девушки хузенькая такая сидит на стульчике вот она же хузенькая ей можно свернуть устроить конкурентку хочет вот бывают такие да но мы этим не занимаемся сразу отвергаю все вопросы сначала мы таким не занимаемся мы занимаемся лечебными процедурами а точнее называется мануальная терапия терапия это лечение да но даже здесь я отвергаю слово лечением я предпочитаю коррекция все таки мы не лечим и корректируем если у человека и а в основном занимается под выехами это что значит это из суставного ложа сустав не вышел он просто как-то развернулся до выход когда он вышел уже за пределы сустава у вас за пределы если он вышел это уже лучше отправить к травматологу тоже сами не занимаетесь не может на кое-что сделать но эта проблема уже сложно она решается не месяц или несколько человек будет лежать в таком состоянии ну там уже после прав ты должен ставить гипс да потому что там уже будет надлом косточек там даст перерастянута встава на сумку порвана скорее всего даже будет и так далее то есть это не наши вопросы самому нельзя сделать нет сам себе не сделаешь то смысл с коррекцией поставь на паузу